день добрый друзья мои вас приветствует глава семьи колобков вы знаете читал я ваши комментарии и под последним видео с девушкой с москвы и увидел очень много грязи негатива от наших восточных соседей да друзья мои вместо того чтобы поблагодарить за интересного гостя они решили обгадить и меня и гостя да и что больше всего меня насмешил и удивил один комментарий где они написали что не может быть чтобы украинцы через территорию россии выезжали ну вы же понимаете идут боевые действия в некоторых восточных регионах украины да донецкая луганская херсонская и много людей с херсона с балаклея с милитополя с мариуполя выбрали путь они некоторые поехали через украину там сняли квартиры в киеве в одессе во львове некоторые через всю украину поехали в европу до некоторые поехали направо в россию к родственникам к друзьям либо просто по своим личным взглядом на которые я считаю не имеют право они выбрали свой путь они поехали в россию но есть такая категория людей друзья мои которые через россию у них не было возможности проехать через украину потому что там шла линия фронта и они через россию поехали в европу да и я таких ребят встречал чтобы вы понимали в швеции в самой северной точке швеции я там разговаривал с одной семьей украинцев и хорошие ребята и они выезжали через всю россию как-то там через крым через белгород какие-то таганроги москва мурманск я штудой они выехали в швецию и я еще тогда так ну это наверное даже были первые кто кого я встретил я у них тогда еще поинтересовался а как там они лет очень много волонтеров помогали кормили бесплатно проезд давали ну я посчитал нецелесообразным интересоваться почему вы не остались в россии ну вы считаете это было бы уместно с моей стороны задать такой вопрос я считаю нет и в дальнейшем таких людей ну я даже их не надо спрашивать они просто рассказывают что да вот мы выезжали то есть ну то есть они рассказывают сами куда они выезжали какие десятки тысяч километров они преодолели ну то есть таких людей много и вот в одном из комментариев я увидел что-то типа оскорбление свой адрес ты дурачок типа когда украинец попадает в россию он видит этот рай ему выдают миллионы рублей он не может уехать в европе потому что тут рай ну это меня чуть-чуть под задело друзья мои под задело и ну я связался со своими знакомыми с друзьями с подписчиками и попросил истории такие друзья вы и у меня таких историй получилось очень много да и мне дали люди интервью рассказали да с большим трудом кто-то выехал кто-то легко поэтому сегодня у нас такой гость он сегодня расскажет свою историю очень интересную да с большим трудом многих украинцев фсб не пропустила по каким-то причинам ну да ладно что я буду пересказать сейчас вы все услышите пристегивайтесь поехали погнали сергей добрый день добрый день рады приветствовать вас на нашем канале сергей я заинтересовался вопросом я много людей в европе встречал которые выехали через россию европейский союз ну там с территории восточных военных так и было удобно многих встречал в швеции который через мурманск выехал но вот недавно в комментарии одном прочитал там кто-то писал типа за еще сумасшедшие типа как это так украинцы заехавшие в россию не могут ехать дальше в европу потому что там настолько все сладко и я кликнул кличами заинтересовали люди которые чтобы не рассказали свою и свою историю поэтому просьба расскажите вашу историю мы встретили войну дома в херсоне и провели в оккупации первых два месяца войны вот ну и было принято решение покидать территории машину было очень тяжело вот и решили мы ехать через крымскую границу в грузию тоже читали много истории людей там были целые чаты в вайберах ватсапах люди делились как они выезжали как что куда где найти в общем мы приняли решение ехать и приняли решение мы ехать именно в грузию чтобы как можно меньше проехать по территории той страны через которую мы как бы собственно ехали но я так понимаю были большие сложности там какие-то вот я вот расскажи мы мы поехали приехали мы на крымскую границу мы там провели порядка 12 часов вот то есть женщины не проверяли проверяли всех мужчин с телефоны переписки все вот это все проверяли вот допрашивали один один парень который ехал с нами его не пропустили у него там в телефоне нашли какие-то какие-то там что-то им не понравилось вот его не пропустили и развернули обратно это было уже ночь в общем там было реально было очень сложно его его вывели на плац и он и заставили на плацу держать на вытянутой руки табуретку такие вот были военные значит они нашли там что-то серьезное ну что-то да что-то такое я не знаю что именно они нашли но что-то там они нашли такое что им не понравилось вот он на вытянутых руках час держал табуретку потом ему сказали что он не проезжать ему еще где-то часа четыре читали лекции по истории в этих кибитках и где-то в 11 часов ночи ему сказали что ты друг никуда больше не едешь ты назад и так как тогда был комендантский час да и сейчас он есть как как он добирался пацану лет девятнадцать-двадцать молодой хлопец не знаю как он добирался назад в общем вот так вот мы проехали в общем прошли эту крымскую границу стопа давай тогда для понимания но основную массу то пропускали без проблем до или многих разворачивали просто но это важно я должен понимать ну вот этого не то что не знаю но многие большинство проезжали не не всех разворачивали 20 100 200 тысяч да очень много было людей целые стояли как отдельно стояли машины отдельно стояла очередь автобусов я видел эти фотографии в интернете там даже верхнюю одежду снимали да да снимали верхнюю одежду проверяли если ровки всякие плохие татуировки да и еще смотрели если есть на плечах синяки от автомата я понял тоже смотрели а тот пацанок видать не прошел что-то он там видать если да они там взламывали телефон и что-то там нашли у него какие-то что-то нашли такое что они долго его но не его не били ничего с ним такого не делали но прям грузили словесно очень сильно часа четыре его они там человек пять не раз зашли в одну кибитку и часа четыре его там держали и просто ему там словесно насыпали короче ну понятно но людей было много и машин много было и знакомых у меня много которые таким образом выехали пересчитал примерно ну две 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 дюжины человека точно знаю лично а вы общались куда они ехали они ну они уже знали куда они едут или куда они вообще ехали все эти люди или куда-нибудь лишь бы от войны не там было получится как там было два направления это в основном люди ехали которые автобусами было два направления одни автобусы ехали на на тбилиси другие автобусы и везли людей в польшу то есть маршрут на польшу был такой через крым на краснодар через краснодар там как-то не до москву с москвы дальше на север до литвы и граница числа и по моему интересно через латвию вот таким вот образом на на варшаву маршрут занимал больше пяти дней который на польшу мы решили что мы так не хотим ехать нам хватило двое суток в автобусе до грузии вы знаете прерву вас я уже предвкушаю вопрос ну то что в меня какашки полетят что я там я не знаю кто ципсо дрипсо какой-то а вас тоже наверно скажу что вы не настоящий вы либо бот либо искусственный интеллект либо вы просто провокатор так вот у меня вопрос так может вы провокатор дипфейк дипфейк да ну а я дрипсо какой-то ну да ладно бог с ним с этими критиками всем не угодишь мне главное просто с обоих сторон обсветить информацию а люди уже сами решат важно не важно много много ехали из херсонской области запорожской и мелитополь ну в общем много людей у него очень близкий друг в херсоне сидел и первые месяцы всех вот этих событий и когда россия зашла и до этого и после он у него в центре квартира я был у него мы когда-то в командировке кушали у него и он не прямо с этого окна у меня фотки слал видео как там те солдаты центральной площади отходили в дома пописать и те и те там заколулки в хорошем ну и в принципе он тоже сидел смотрел на это все смотрел хотя у него жена айтишница неплохо зарабатывала он был тоже менеджером в нашей фирме это наш менеджер по той по той территории он тоже там зарабатывал тысячу долларов но ты знаешь во первых его работа пропала они уже сидели за бабки жены дома это два во вторых но мы с ним тогда на протяжении месяцев четырех были на связи там буквально там два три раза в неделю созванивались там я сидел под этими тревогами депрессовал он там у себя мы общались фотками обменивались и он вот это видел негативно что все хуже хуже и хуже все беднее и беднее и народ валит и они сами свалили поэтому я как бы тоже видел и фотки и видео оттуда и владею информацией короче выехали вы расскажите дальше да выехали мы ночью выехали из прошли границу выехали мы на симферополь там была небольшая небольшая остановка там подбирали какие-то еще людей вот и дальше и двинулись сторону краснодара через мост вот перед керченским мостом у нас был еще один после пост фсб там тоже нас допрашивали вот там было так не сильно долго извини перебью еще раз а вот вы ехали вы на машине или на автобусе что не уловил автобусы вы же общались с людьми многое из них оставалось в россии а много ехала какое соотношение большинство ехали вот как сели так и до самого тбилиси ехали а то есть это у вас автобус был конкретно по тому направлению да 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 а все потом мы проехали уже краснодар по моим нальчик в нальчике у нас был еще один пост фсб там было пожестче автобус загоняли на рентген всех мужиков на допрос даже у женщин смотрели тоже татуировки если есть ну там понятно их не раздевали но визуально они показывали где шок и татуировки есть через на обке у нее там татуировка с надписью сережа здесь был сережа нет до такого не доходил до такого не доходил у меня у жены на татуировка на спине она показывала дракон цветы вот часа четыре мы там пробыли у нас там допрашивали автобус на рентген раздевали все вот эти все конкурсы прошли но уважительно или пренебрежительно ну как одного чувака с нашего автобуса в нальчике сняли одного чувака что-то он не понравился все сняли и езжай назад из нальчика класс ну то есть вот вот где-то ты едешь какой-то пост прошел дальше прошел один из этих постов не прошелся возвращаешься назад а если едешь например в польшу пять суток где-то под под границей с латвией им что-то не понравилось потом ты под границей с латвией возвращаешься обратно кирсу нормально нет никто же не вернется наверное в россии остались чем возвращаться внизу я не знаю как как эти люди где что с ними дальше было просто сняли вас автобуса мы поехали дальше он остался как как там дальше с ним и вы проехали да мы приехали во владе кавказ там нас пересадили там приехали другие бусики маленькие бусики из тбилиси грузины приехали нас пересадили с большого автобуса по маленьким бусиком к этим грузинам и мы поехали проходить последнюю границу верхний ларс на на грузии там ту границу нам повезло было не сильно долго было буквально за час мы все прошли никого не развернули и все но весь путь занял где-то двое суток и пару человек сняли но такой погрешность допустима мы не знаем что это были за люди поэтому в принципе в принципе главное что не пол автобуса сняли не не сняли буквально ну вот два человека не доехала и это вы в грузию поехали да да мы приехали в билиси до нас билиси выселили высадили как вас встретила грузия нам очень-очень радушно встретила грузия мы через знакомых нам пол что мэрия предоставила в отель номер в отеле в личном или всем беженцам предоставляла все мы там было много беженцев в этом отеле питание ну то есть они не предоставляли никаких выплат просто трехразовое питание и отель уже неплохо и там там были еще волонтеры которые там организовывались надо какие-то там носки трусы там мыло зубная паста такой мелочи можно просто прийти взять но денег никаких не давали ну так мы планировали в грузии задержаться на два дня и вылететь в европу но так как у нас так нам предоставили там отель мы вместе прожили там в билиси друзья понравилось вам да грузия понравилось отношения грузин вот просто как говорит что ты из украины и ты ему просто как брат друзья друг есть у меня в самом пилиси коренной грузин мы с ним общались до сих пор общаемся вот он по итогу стал моим шафером мы в грузии поженились нифига себе класс красавцы мало мы там мы там мы так поженились по итогу с моей девушкой приехали а стал между а скажи там же было наверно помимо украинцев много россиян я знаю что многие свалили да россиян было много было ли какое-то напряжение да ну на улице когда я что-то пытался спросить у местных на русском языке мне говорили типа фак раша вот это было такое я такое встречал я и тогда все и был была ситуация мне нужно чтобы нам пожениться ну чтобы нам расписаться с женой нам нужно было найти двоих грузин которые мест ну то есть с паспортом грузии чтобы они выступили свидетелями в доме юстиции и так вышло что я разговаривал по телефону объяснял ситуацию своему другу что там так и так нам нужно два человека чтобы пожениться местные с паспортом грузии и чисто случайно этот разговор услышал рядом сидел грузин он это услышал говорит подошел к ним говорит слушай если вдруг ты никого не найдешь вот мой номер телефона я за своим братом приду мы вас все сделаем все распишем не переживай ну вот такое класс прямо удивлю я мало что знаю про грузию как и про азербайджан но в принципе я вот слышу все накапливаю знания и мне в принципе все нравится честно говоря грузии грузины вообще грузины красавчики я их просто обожаю прям ты вот говоришь грузину что ты из украины этот просто твой как брата твой родной становится еще мне попался нас там ну денег было немного понятно с собой мало было сбережений в общем и мы нашли один чувак в тбилиси бесплатно стрих беженцев из украины вот кому надо постричься он просто бесплатно делал стрижку не могу вспомнить как его звали но этот человек он он был из россии это был русский он и он бесплатно стрих вот так вот украинцев нет он сам барбер чтобы кто не говорил те кто пытается разжигать какую-то злость и ненависть вот я в россии ой в россии в европе сколько я встречал ну то есть я вижу в основном украинцев я общаюсь исключительно с украинцами ну иногда там с местными когда могу там что-то на жестов но мы беженцы встречали много волонтеров и это русскоговорящие из белоруссии из россии и они все доброжелательные никто там не оскорблял не кричал единицы единицы тысячи из положительных случаев то есть все помогали все люди против войны все были в шоке все хотели чтобы это быстрее закончилось и все сочувствовались поэтому ну я тоже видел такую тенденцию что они помогают на одной волне как говорится да и в итоге вы все-таки решили с грузии уехать да интересно многие остались там некоторые остались там просто программа закончилась вот это которая была программа с расселением по этим отелям с бесплатным питанием она буквально через месяц закончилась нам нам сказали что программа это заканчивается по моему первого июля и что нам либо нужно съехать снимать себе жилье самим либо выехать и мы приняли решение ехать там было расселение только через какие-то волонтеров что-то искать мы не стали ничего выдумывать мы изначально хотели в евросоюз попасть просто так получилось что мы там задержались и заодно и я думаю там зарплаты тех кто остался там зарплаты мне кажется блин долларов 300 небольшие да мы смотрели и в сезон сезонную квартиру очень сильно дорожали то есть летом квартиру там она мало стоит 500 600 долларов а зарплату предлагали 250 300 ну то есть как-то очень я не совсем понимаю как там люди очень конечно жалко что ну вот такой уровень жизни в этой стране я ничего ничего не могу сказать плохого ну вот так оно есть потому что видишь у этой страны судьба вот как и у как и украины как и украины потому что я мало знаю про грузию но я видел этого саакашвили который приезжал в одессу был там губернатором и что-то он там делал какой-то деятельностью занимался я не знаю я слышал о нем только плохое поэтому что он там ну с одной стороны с другой стороны чуть-чуть он сделал хорошего то есть он зарубился с какими-то коррупционерами местными мафиями и чуть-чуть там для людей сделал там одну трассу благодаря ему сделали он там в палатке жил то есть чуть-чуть он сделал по телевизору говорили плохое ну очень много плохого ну короче ну и опять же не могу свой пятачок сунуть в эту тему не разбираюсь а я грузия видишь на молодцы так у нас сейчас двадцать одна минута сколько у вас еще есть время еще минут десять есть не ну нидерланды тогда оставим там на следующий раз если что в итоге вы улетели оттуда да да мы получится улетели из тбилиси в мюнхен мы полетели прямым рейсом и оттуда уже поездом в амстердам ну а деньги же у вас были на билеты да получается свои да 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 свои мы все свои дорогие сильно билеты да мы мы еще немножко потеряли денег на этих билетах мы первый раз жизни вообще летели купил у жены не был служены не биометрический паспорт мы купили билеты из тбилиси в мюнхен через стамбул с пересадкой так было дешевле а потом мы узнали что из-за того что есть пересадка в стамбуле мы прилетим стамбул а стамбул нас дальше не выпустит из-за того что у нее не биометрический паспорт в общем мы созванивались с турки шейрландс решались вопросы сказали нет точно сто процентов не пролетите нам пришлось эти два билета порвать выкинуть мусорку а мы на них потратили долларов 500 вот и нам пришлось купить билеты на прямой рейс до мюнхена и только прямым рейсом нас получилось это еще украшу прямой рейс стоил порядка где-то тысячи за два билета я честно говоря тоже отказывался отказался от этого паспорта у меня тоже нету этого метрического у нас до нас не ну почти не получится что они не получился вылететь так мы вылетели прямым рейсом прилетели в мюнхен в мюнхене мы пришли на вокзал на центральный вокзал девочки сказали что так и так мы из украины нам добраться до амстердама она нам распечатала бесплатно выдала два билета на поиск да я слышал про такое класс ну давай тогда для затравочки чуть-чуть голландию расскажем те фотки то что ты мне шла расскажи чуть-чуть приехали в голландию в амстердам нас буквально на пару дней нас поселили в ангар там было на человек на 200 просто койки без всяких перегородок без ничего просто просто койки в ангаре а туалет был там пролез до туалет был ну все общее вот мы там буквально два дня провели и нас переселили в другой город там дали комнату мы жили в комнате с еще одной семейной парой в одной комнате да а как же по оплодотворение происходило ну так вот мы там где-то пошли ребята мы там будем через полчаса они там где-то пошли мы там ребята мы там будем через полчаса окей понятно ну да в общем было не ну как бы не очень потом но потом нас оттуда переселили в другой город ну теперь наконец-то в отдельной комнате живем понял ясненько хорошо спасибо большое что уделил время спасибо большое за информацию поделились все большое спасибо на связи быть добру до свидания давай пока